Городской голова, вооружаемые члены исполкома городского совета. Мы сегодня пришли на исполком для того, чтобы попросить вас в очередной раз вернуться к посмотрению вопроса пересмотра и тарифа на проезд в автомобильном транспорте общественном в городе Николаеве, который не прошел 8 числа через исполком городского совета, и обратиться к вам только с несколькими аргументами. Мы согласны с городским головой о том, что этот вопрос необходимо выводить уже из политической площади, и решения в экономическую площадь решения. Более того, все эти аргументы, которые звучали от членов исполкома и депутатов городского совета по поводу того, что эти тарифы являются экономически необоснованными, взятыми с потолка и прочими оговорками, хочу напомнить, что все расчеты и первичная документация по расчету тарифов предприятиями-перевозчиками предоставлены в отдел суд исполкома городского совета еще полтора года назад, и на протяжении полутора лет, пока они пылятся в отделе цен, каждый член исполкома или депутат, заинтересованный в решении этого вопроса, мог ознакомиться с этими документами, более того, встретиться с представителями фир-беревозчиков, которые эти расчеты давали, и присутствие специалистов, обращая ваше внимание, специалистам, рассмотреть эти цифры, эти первичные документы, получить разъяснение и объяснение. Мы готовы в любой момент встретиться с представителями как исполкома, так и депутатского корпуса, для того, чтобы в лишний раз это все обознавать, показать и рассказать даже на пальцах. Более того, хочу сказать, что в последнее время звучит очень много обвинений в адрес перевозчиков, многие из этих обвинений имеют под собой осознавание, это касается и качества перевозок, но тем не менее часто звучат от некоторых, особенно лидеров политических фракций, и заявление о том, что вопрос о поднятии тарифов можно ставить только тогда, когда улучшится комфортность. Так вот, мы готовы как экономисты, так и юристы, все с такими заявителями за стол, вместе со специалистами или торгово-промышленной палаты, или отдела цен, и показать, во сколько эта комфортность будет обходиться горожанам, или же городской громаде, если она вступит в силу. Сегодня не стоит вопрос о том, как повышать комфортность, сегодня стоит вопрос только об одном, как выжить общественному транспорту в городе Николаеве. На протяжении полутора лет, которые прошли с момента подачи документов на пересмотр тарифов, в городе Николаеве количество подвижного состава увеличилось в два раза, уменьшилось в два раза. Количество пассажиров, которых мы перевозим, не уменьшилось. Нагрузка на транспортные средства значительно увеличилась. Поэтому говорить о комфортности сегодня и заявлять об этом, для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, я хочу сказать, это все равно, что быть на словах только родителями за благо народа. И хочу, Сау, сказать, что так поступают и некоторые политические лидеры, так поступает и радикально настроенная молодежь, которая была 8-го числа здесь у вас на исполкоме городского совета, но никто за это ответственности не несет. Я хочу сказать и напомнить одну философскую истину. Благими намерениями услана дорога в ад. Поэтому мы уже знаем такого одного родителя за благо народа, историческую личность, как Поп Гапон. Вот сегодня многие, которые заявляют о том, что это все необоснованно, все это неправильно и такого не должно быть, они поступают точно так по отношению городской громады. Поэтому я очень прошу вас подойти очень серьезно к этому вопросу и принять решение. Почему? Потому что сегодня исполком городского совета, согласно изменению законодательства, является не заказчиком перевозок, а организатором перевозок. Поэтому, естественно, на исполком городского совета, как и на перевозчиков, ложится полная ответственность за организацию перевозок пассажиров в городе Николаево. И поэтому же просто с такими тарифами, которые существуют на сегодняшний день в городе Николаево, мы работаем дальше и не в состоянии. У меня все.